Голос Мордора. Странная война. Однако благодарности к союзникам, которые вот-вот спасут Польшу. Просто океан надежд, тем более, что войска Британии и Франции были в то время куда сильнее вермахта, значительная часть которого была занята наступлением в Польше. Но вермахт продолжал двигаться на восток, а союзники практически не предпринимали никаких действий. Так день за днем, в самое страшное и тяжелое для Польши время. Примечательно, что польская пресса в эти дни вовсю писала о немыслимых успехах союзников, мощными ударами, бьющих германские войска. Еще чуть-чуть и вермахт дрогнет, повернет назад и Польша будет свободной. И поляки верили этому. Верили до последнего. До того момента, как государство Польши прекратило свое существование. Примечательно, что все это время союзники кормили польское руководство обещаниями вот-вот начать масштабное наступление, постоянно отодвигая его дату. Надо признать, что поляки сражались отчаянно, но были не в силах противостоять германской военной машине. А на Западном фронте велись небольшие локальные бои. Германия даже сдала часть своей территории без потерь, отведя войска. Но настоящей войны не было. Ее назвали странной, хотя правильнее было бы назвать ее лживой, эту войну. Вполне вероятно, что Польша для союзников стала лишь разменной монетой. И они лелеяли надежду на то, что покорив Польшу, Германия ударит по Советскому Союзу, что в общем-то и произошло. Польша была предана и отдана на растерзание Гитлеру во имя святой для Франции и Германии цели борьбы с коммунизмом. Борьбы чужими руками. Руками безжалостного, холодного и расчетливого людоеда. Расплата не заставила себя ждать. Вскоре была покорена Франция, а на улицах многих уютных английских городов появились руины от бомб Люфтваффе и Дюнкерк, трагедия которой тоже стала расплатой за предательство Польши. Сейчас принято возлагать вину в начале Второй мировой войны на Сталина. Мол, она стала возможной благодаря сговору двух тиранов. Но самая простая логика и факты говорят одну простую вещь. Война родилась из предательства и политических игр. Первое предательство было в отношении Чехословакии, которую первое дали на растерзание Гитлеру и в котором Польша тоже урвала свой кусок. А второе предательство – это предательство Польши. Предательство подлое и заваулированное в упаковке из красивых слов и заверений в дружбе. И никакой Сталин тут вовсе ни при чем. Тем более, что он, как никто другой, понимал необходимость остановить Гитлера, потому что нападение Германии на СССР было его главной целью. Историки, заняты переписыванием истории, могут лгать себе и всему миру, сколько угодно вопреки фактам. Но Польша существует благодаря Советскому Союзу, а не Франции или Англии. А над разрушенным Рейхстагом в мае 1945 года развивался красный флаг победившей страны, Советского Союза, спасшего весь мир от коричневой чумы нацизма. Голос Мордора специально для Ньюсфронт. Странная война.